О главных новостях Украины и мира узнаете в подробностях в студии Екатерина Лысенко. Здравствуйте, и сегодня в выпуске. Канадская поддержка. О чем договорился в Торонто президент Петр Порошенко с руководством страны. Торги вместо аукциона. Почему новые правила покупки древесины могут уничтожить отечественных предпринимателей. Должок в декларации, что грозит закарпатскому чиновнику за невыполненные финансовые обязательства. Выборы в Бундестаг. Как проходит день голосования в Германии и кому прочат победу первые результаты экзитполов. Большой спорт и большая политика. Президент Украины завершает свой визит в Канаду переговорами с министром иностранных дел страны и участием в открытии игр непобежденных. Обо всех деталях подробнее Дмитрия Нопченко из Канады. Здесь никто не перекрывает улицы. И какой контраст с Нью-Йорком и недавней Генассамблеей. В центре города вообще незаметно мер безопасности. И то, что в Торонто проходит событие мирового масштаба, разве что по приподнятому настроению местных жителей понять можно. Канадцы умудрились даже мероприятие уровня Инвиктус Геймс сделать теплым и домашним. Министр иностранных дел Канады Христе Фриланд на официальную встречу с Петром Порошенко так и вовсе приехала на велосипеде. Присела на диван в холле рядом с залом для переговоров, сняла кроссовки, спрятала в дамскую сумочку, надела элегантные туфельки. И общего языка с ней тоже искать не нужно было. Он и без того был. Говорила украинскую. Говорили и о минских договоренностях, и о ситуации на Донбассе, и о координации усилий для того, чтобы на оккупированной территории все же появились миротворцы ООН. А тут у Канады огромный опыт. Только в прошлом году она полмиллиарда долларов на миротворческие операции потратила. А количество ее голубых касок по всему миру за 600 человек перевалило. Далее разговор с канадскими чиновниками и влиятельными парламентариями. Для Украины важно, чтобы Запад не ослаблял санкции против России. До тех пор, пока Москва не выведет свои войска и вооружение с Донбасса. И тут Канада может помочь на уровне G7. Я вам скажу, что никогда у нас в истории наших отношений не было такого высокого уровня отношений, как политических, так и торговельно-экономических. Более того, не было и такого уровня отношений личных. Все эти дни мне изнутри приходилось наблюдать, как общаются между собой канадский премьер и украинский президент, глава канадской дипломатии и украинские министры. И становится понятно, если с командой Трампа нужно еще выстраивать мосты, то Канада – пример абсолютно другого отношения. Которое чувствовалось и на арене игр непобежденных, когда в зал зашла украинская команда. Эти соревнования ветеранов вовсе не для того, чтобы выяснить, кто какое место займет, а чтобы показать, люди, получившие тяжелые ранения во время войны, могут найти в себе силы жить дальше. Не забывайте о тех, кто погиб на войне, о тех, кто нуждается в помощи. И не забывайте, вы доказываете этому миру, что в нем нет ничего невозможного. У первых лиц, прибывших на открытие игр, премьера Трюдо и принца Гарри, Меланьи Трамп и Читы Порошенко, в этот вечер была возможность неформально пообщаться. И подводя итоги канадского визита президента, дипломаты вовсе не политические договоренности называют главным их результатом. Кто-то может быть удивлен, но я скажу, что на самом деле это атмосфера. Это атмосфера дружная за ЗМИСТом и реальная атмосфера стратегического партнерства. Из Торонто. Дмитрий Анопченко, Сергей Коваль, Американское бюро телеканала Интер. В зоне АТО ранен украинский боец. С начала суток там 9 обстрелов. Боевики применяют гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и БМП. Сегодня били по украинским позициям в районах Луганского, Водянова, Павлополя и Марьинки. А в Зайцево нашим армейцам даже пришлось открывать ответный огонь. А ситуация на передовой наш военкор Ирина Баглай. Позиции врага на этом участке с трех сторон. Расстояние до армейских порой несколько десятков метров. С сумерками на каждое передвижение военных боевики реагируют стрельбой. Это очевидная провокация, объясняет командир. И на такие прострелы не стоит отвечать, чтобы не выдать себя. Ночью традиционно над позициями военных совершают полеты вражеские беспилотники. Для бойцов это сигнал. Боевики готовятся использовать крупный калибр. Противник не заставляет себя долго ждать. И уже в сторону наших позиций летят снаряды БМП-1. Противник не заставляет себя. Выстрелили в 6-7. Точно засекли место ее стояния. И пытались ее знищить. Дали, в принципе, ответ. Одновременно, чтобы подавить огнем соседние позиции армейцев, боевики стреляют по ним из крупнокалиберных пулеметов. Один из таких утренних обстрелов удалось зафиксировать и самим бойцам. Красиво. Доброе утро было. Основные же снаряды, выпущенные наемниками, снова падают в районе села, прямо среди домов. Ирина Баглая, Андрей Костюк, Руслан Ревюк из Донецкой области. Подробности телеканал Интер. Делом Александра Лавриновича активно интересуются представители международных миссий в Киеве. По словам адвоката экс-министра юстиции и его сына Максима Лавриновича, за последние несколько дней его приглашали послы ряда стран. Поскольку дело бывшего главы Минюста своего рода тест для правоохранительной системы Украины. А уже вскоре пройдет заседание апелляционного суда о правомощности ареста Александра Лавриновича. С адвокатом мы сейчас и обсудим все обстоятельства этого дела. Максим, здравствуйте. Добрый вечер. Буквально через несколько дней состоится заседание апелляционного суда. Какие доводы вы намерены представить на слушаниях? Решение Конституционного суда является лучшим и первым доводом. Я уже на одно раз говорю про то, что прокуратура говорит, что Лавринович Александр насильницким способом захопил государственную владу в Украине. Захопил владу в Украине. В какой способ говорит прокуратура? Шляхом друку, тексту решения Конституционного суда Украины и шляхом его выполнения. Неймоверно. Тому мы просто будем показывать всему свету, будем показывать в суде решение Конституционного суда, где сказано про то, что оно вступает в силу негайно, независимо от любых публикаций, независимо от любых включений в любые нормативные правила базы. Оно вступает в силу негайно. И в решении четко сказано про то, что есть скасование закону, которым носили изменения к Конституции, и есть четко и уверенно визнать Конституцию 1996 года, как такую, которая набывает чинности с момента проголошения о грешении Конституционного суда. По вашему мнению, почему обвинения в адрес Александра Лавриновича появились именно сейчас, а не ранее? У нас есть несколько. Теории, конечно же, мы не можем знать сейчас всей этой правды. Но видно, что начался новый политический сезон. Можливо, нужно было что-то сделать гучное, чтобы показать людям. Можливо, это тайный план подготовки для восстановления действий Конституции 1996 года. Потому что вот это решение Конституционного суда, оно на сегодня чинное. Вы понимаете, все абсурдные ситуации. На сегодня это решение чинное. А Украина живет за Конституцией 2004 года, которую восстановила своей постановой Верховной Рады Украины. Постановой. Незаконной, не внесшей изменения к Конституции належным чином. Постановой, которая имеет силу только для депутатов или при решении кадровых вопросов. Через несколько дней будет заседание апелляционного суда, если же суд примет решение не в пользу вашего отца. Ваши дальнейшие действия, куда будете обращаться? Тут разницы нет. Через то, что каким бы ни было решение апелляционного суда, мы имеем надеяние, что оно будет правовым, законным. Оскільки я особо верю, что схилить до беззакония коллеги у судов завжди важко, чем одну несчастную судью Батрен в Печерском суде. Поэтому я верю в законное решение. Тем не менее, права Лавреновича Олександра уже порушены. Поэтому, независимо от решения, будет неодминная скарга до Европейского суду с правой человека. И, конечно, так или иначе, криминальная справа от этого не исчезнет. Вона все равно есть. Вона все равно порушена. И все равно нужно реагировать. Поэтому международные инстанции, европейские соцправы человека, все абсолютно остается на порядке денному. Спасибо вам за ответы, Максим. У нас был в гостях защитник экс-министра юстиции Максим Лавренович. Закарпатскому чиновнику грозит до двух лет лишение свободы. А все из-за того, что он забыл задекларировать свой долг. Еще будучи бизнесменом, Ярослав Шукаль задолжал около полумиллиона гривен за потерю товара, но стал главой Великобрезнянского района. Денег не вернул. Все подробности этой истории знает Марина Коваль. Это декларация председателя Великобрезнянского райсовета за 2016 год. В ней Ярослав Шукаль указал дом площадью 120 квадратов, несколько земельных участков и грузовых автомобилей. И годовую зарплату почти 84 тысячи гривен. Но вот о долге, в полмиллиона гривен ни слова. Местные активисты возмутились, как глава райсовета баллотировался в 2015 году и при этом скрыл огромные финансовые обязательства. Ему требует бог вертать. У нас есть подозра, что он раскрадает бюджетные деньги. Он, оказывается, уже не бизнесмен, потому что он пришел на посаду. Он имеет зарплату. Ему надо 80 лет работать, сколько мы там враховали, чтобы по 500 гривен вернуть. С Ярославом Шукалем нам удалось пообщаться по телефону. Он уверяет, что скрывать свои долги не собирался, а просто якобы не знал, что их нужно декларировать. Объясняет задолженность еще со времен, когда был предпринимателем, занимался перевозами товаров. Тогда по дороге из Чехии в Киев пропал груз стоимостью около 22 тысяч евро. И теперь суд из его зарплаты ежемесячно изымает по 500 гривен. Я никогда не был государственным службовцем. В графе финансового обязанностей я написал чутко кредиты, позиции, страховки и другие. А что другие, я не знал. Когда вы узнали о том, что нужно было указать этот парк, я вернулся в НЗК. Три раз не дают ответственности. Незнание закона от ответственности не освобождает, говорят в прокуратуре. Здесь за подачу чиновникам заведомо неправдивых данных начали уголовное производство. Голови районной ради поведомлено про подозрение. Санкция данной статьи предпочитает по крайней мере штрафа в размере от 2,5 тысячи до 3 тысячи не освобожденных, минимум, граждан. Або избавление воли на 3 до 2 лет. Какое именно наказание понесет чиновник, будет решать суд. Но вот лишится ли он своей должности из-за скандала? Ответ на этот вопрос должны дать депутаты райсовета. Инна Томина, Марина Коваль, Юрий Ковалев. Подробности телеканал Интер, Закарпатская область. Немецкий выбор. Граждане Германии сегодня решают, каким будет новый Бундестаг. Соцопросы показывают, что в парламент пройдут 6 партий, а канцлером страны уже в четвертый раз станет Ангела Меркель. Подробнее о немецких политических раскладах Татьяна Лагунова. Полностью перекрытый центр Берлина и повышенные меры безопасности. Тысячи спортсменов сегодня бежали 42 километра по немецкой столице. Дату проведения марафона утвердили задолго до того, как на 24 сентября назначили еще и парламентские выборы. Поэтому решили не отменять, а проводить два мероприятия, спортивное и политическое, одновременно. Пока марафонцы устанавливали рекорды скорости и выносливости, немецкие политики соревновались за места в Бундестаге. Сегодня граждане Германии избирали новый состав парламента. Ну и, конечно, косвенно решали, кто будет руководить самой влиятельной страной Евросоюза в качестве канцлера. 60 миллионов потенциальных избирателей и время для выбора с 8 утра до 6 вечера. Через несколько часов после открытия участков социологи объявили, в этот раз немцы голосуют активнее, чем на прошлых и позапрошлых выборах. Я проголосовал за христианских демократов, потому что хочу, чтобы Ангела Меркель осталась канцлером Германии. Она доказала, что может хорошо управлять страной. У страны много проблем, и многие сейчас хотят другую политику. Посмотрим, получится ли я против Меркель. С самого утра на участок пришел еще один противник Меркель. Ее главный конкурент на выборах – лидер социал-демократов Мартин Шульц. Голосовал он не в столице, а в своем родном городе Вюрзелен. На моей родине сегодня такой солнечный день. Надеюсь, что так же будет по всей стране, и погода воодушевит людей прийти на участки. Ангеле Меркель с погодой повезло меньше. Канцлер голосовала в хмуром и дождливом Берлине во второй половине дня. Особо волноваться Меркель не стоит. Согласно опросам, христианские демократы займут на выборах первое место. Причем с солидным отрывом от эздеков, которым прочат второй результат. Интрига в другом. Сколько наберут маленькие партии? Либералы, зеленые, левые и правые популисты – альтернатива для Германии. И какой будет следующая правящая коалиция Германии? Татьяна Лагунова, Вячеслав Пролов. Подробности – немецкое. Бюро телеканала «Интер». Явка на этих выборах в Бундестаг выше, чем на предыдущих четыре года назад. Каковы результаты первых экзит-полов? Обо всем узнаем у Татьяны Лагуновой. Она сейчас в Берлине. Татьяна, здравствуй, тебе слово. Да, Катя, на участке закрылись чуть больше часа назад. И уже есть первые результаты, на которые можно ориентироваться. Это данные экзит-пола, вопросов на выходе с избирательных участков. Как правило, эти цифры довольно точные, потом мало чем отличаются от официальных результатов. И так, как и прогнозировали социологи, лидируют христианские демократы во главе с Ангелой Меркель. Они выиграли эти выборы, хотя и набрали меньше, чем ожидали. 32-33% голосов. 20% и второе место у социал-демократов Мартина Шульца. Ну и, наконец, сенсация этих выборов. Третья по величине сила в немецком парламенте. Теперь правые популисты. Альтернатива для Германии. Они впервые проходят в немецкий Бундестаг, набрав 13,5% голосов. В парламент попадают также левые, либералы и зеленые. У них похожий результат около 10%. Что все это значит для Германии? Канцлером уже на четвертый срок остается Ангела Меркель. Но теперь ей нужно вести переговоры с партиями и искать партнеров для создания правящей коалиции. Вариантов здесь немного, всего два. Это все та же большая коалиция социал-демократами. Хотя издеки уже несколько минут назад заявили, что они хотят уйти в оппозицию. Так что если социал-демократы не передумают, у Ангела Меркель остается всего один единственный вариант. Это союз из трех партий. Христианские демократы, либералы и зеленые. Катя. Танюш, спасибо тебе за последнюю информацию. Татьяна Лагунова была с нами на связи из Германии, где сегодня проходили выборы в Бундестаг. Эммануэль Макрон подписал трудовую реформу, которая была одним из главных его обещаний во время предвыборной кампании. Сделал это французский президент, несмотря на постоянные протесты накануне. В чем суть реформы и чем недовольна часть французов, расскажет Елена Абрамович. Улицы Парижа накануне подписания Макроном реформы заполонили толпы недовольных. В первую очередь представители профсоюзов. Они считают, что изменения в трудовом законодательстве в пользу крупных компаний. Возглавил шествие лидер леворадикального движения, не подчинившаяся Франции, Жан-Люк Маланшон. Я думаю, что в условиях демократии политические лидеры чувствуют, где находится баланс сил. И они должны оценивать ситуацию. Мы не можем навязывать большому количеству людей то, чего они не хотят. Такого никогда не было. Это не первая демонстрация, но она не остановила молодого французского президента. Он все-таки подписал пять указов, которые реформирует Трудовой кодекс. Эта реформа была одним из его главных предвыборных обещаний. Цель – создать рабочие места и сделать страну более конкурентоспособной. Именно об этом и напомнили в правительстве Макрона. Не стоит противопоставлять разные формы демократического выражения. Есть протесты, но есть и выборы, которые дают мандат президенту и правительству действовать согласно взятым обязательствам. Реформа призвана ввести более гибкий механизм переговоров между профсоюзами и работодателями. Оно упрощает процедуры подписания трудовых контрактов, а также увольнения сотрудников. Вводит право на дистанционную работу и фактически уменьшает риски для работодателей. Предпринимая этот шаг, мы опирались на французские трудовые отношения, которые глубоко укоренились в течение десятилетий. Но также стремились быть лояльными к вызовам сегодняшнего дня. Противники реформы пообещали и дальше выводить людей на демонстрации. Но задействованы в противостоянии лишь крайне левые евроскептики. А их поддержка в стране невелика. Елена Абрамович, Иван Ермаков. Подробности. Европейское бюро телеканала Интер. Украинские бизнесмены, которые занимаются обработкой древесины, на грани банкротства. Совсем недавно, благодаря мораторию на экспорт леса кругляка, они получили достаточно сырья для работы. Но теперь древесины практически нет. Почему, выясняли наши корреспонденты. Прикорпатец Александр Гаврилюк лесопереработкой занимается уже почти 20 лет. На его предприятии в городке Надворное работают всего 8 человек. Продукцию здесь изготавливают в основном для внутреннего рынка. Это уже вагонка. Вагонка. У нас идет буква. Там дали такой же педлогу, водошка. Строго намалевана продукция, аж там дали уже на навесы. Для полноценной работы этому предприятию нужно ежемесячно около ста кубов древесины. Александр рассказывает, благодаря мораторию на экспорт леса кругляка, проблем с сырьем пока нет. Но они могут возникнуть. Из-за новой системы приобретения сырья через электронные торги. Новшества в Украине внедрили в этом году, заменив открытые аукционы. На электронные торги перешли сразу все лесхозы. Теперь купить древесину можно только с помощью компьютера и интернета. Правда, задача эта не из легких. Что в такой ситуации делать предпринимателям из горных районов? Ведь там не то, что интернет, даже компьютеры редкость. Сложной оказалась и процедура закупок. На торги выставляются сразу все лоты и на покупку дают несколько минут. Предприниматели жалуются, этого времени не хватает даже, чтобы нажать нужную клавишу. Почти всю древесину скупает одна или две фермы. Только в Ивано-Франковске после последних электронных торгов закрылись сразу три десятка предприятий. Они не смогли закупить сырье. А в Украине эта цифра достигла нескольких сотен. Разработчики программы никаких дефектов в ней не видят. Электронные торги, такая программа пока единственная, так получилось. Есть предприниматели, которые садятся и торгуются за каждый лот, отслеживают 20 компьютерами. Так ли это сейчас разбирается киберполиция? На сегодняшний день занимается, працюю у нас, областная прокуратура. Если киберполитика даст заключение про то, что на серверх кто-то вмешивался, то эти электронные требуются вважаться недействием. А тем временем предприниматели уже подали около 20 исков. А признание результатов торгов недействительными. Ольга Теребинская, Жанна Дучак, Зиновия Автонас. Подробности телеканал Интер, Ивано-Франковская область. Во Львове 46 человек попали в больницу с симптомами острого отравления. Среди них шестеро детей. Врачи говорят, больные поступают уже третьи сутки с одинаковыми жалобами. Высокая температура, тошнота и рвота. Уже выяснилось, что все пациенты ели рыбу горячего копчения, купленную на привокзальном рынке Львова. Такая именно инфекция уложила на больничные койки людей, пока неясно. Местные жители против Красного Креста. В Днепре люди грозят подать в суд на гуманитарную организацию. Причина СТО, которая расположилась прямо под их окнами. Что не так с автомастерской и при чем здесь Красный Крест, выясняла Елена Миндалюк. Это видео отснято со двора Вячеслава. За его забором вот уже много лет работает СТО. Несколько месяцев назад они начали расширяться и струить дополнительную эстакаду. С тех пор, говорит мужчина, жить тут просто невозможно. Кувалдами бьют. Вот тут на эстакаду заезжают. Так газуют, что вообще порточку не откроешь, дышать нечем. Мы довели до того, что я получил инфаркт. И состояние очень плохое. Станцию техобслуживания обустроили в этих гаражах, невзирая на близость жилых домов. Местные жаловались и чиновникам, и полиции безрезультатно. Люди говорят, владелец СТО нарушил санитарные нормы. Такие работы нельзя проводить ближе, чем за 100 метров от жилых домов. А тут и 20 нет. Я здесь живу 60 лет с этого, 70 лет в этом доме. То есть я не могу понять, я живу у себя во дворе или на территории СТО. СТО находится на территории областной организации «Красного креста» и, как выяснилось, совершенно бесплатно. Мы не хотим сдавать в аренду, мы не хозрасчетная организация. И мы рады хотя бы какой-то помощи, которую нам оказывают. Рады этому. Нужны очень деньги. Нужны. Сдавать в аренду и тогда будет получать аренду. Без аренды. Они нам и так благотворительную помощь на счет оказывают. Перечисляют хоть что могут. Сколько могут. Сдать в аренду суммы. Ну, разные суммы. То 200 гривен, то 1000. Постоянно производим техническое обслуживание автомобилей, ихних автомобилей. Поэтому, ну, то есть вот такая у нас деятельность. Именно о сотрудничестве с организацией «Красного креста». Помещение сдают бесплатно, а у людей просят по 50 гривен на гуманитарную помощь. Возмущаются местные жители. Люди написали жалобы в киевский офис организации. Оттуда пришло распоряжение. Немедленно расторгнуть договор с СТО. Терминово извините территорию. Мы им надали 20 числа этот документ. А, вот. Сентября. Терминово в течение месяца. Будете извинять эту территорию? Ну, давайте пока что оставим это. Это наше сугубо лично. Лично наша вода. Да, будем теперь смотреть, понимать и разбираться. Но люди не верят, что СТО закроют. Поэтому уже подготовили судебный иск. А руководители областного «Красного креста» хотят привлечь к уголовной ответственности за нецелевое использование земли. Елена Маналюк, Евгений Конецов. Подробности, телеканал «Интер» Днепр. В Германии убили украинца. Случилось это в общежитии для беженцев, пишет немецкая пресса. 28-летний украинец жил в одной комнате с 47-летним казахстанцем. Между ними якобы вспыхнула ссора, которая переросла в драку. От тяжелых травм украинец скончался еще до приезда врачей. До завтрашнего дня подозреваемому в убийстве должны избрать меру пресечения. В Лондоне неизвестные распылили кислоту на прохожих. Пострадали шесть человек. Троих госпитализировали. Каковы мотивы злоумышленников и сколько их было, пока неизвестно. Но версию теракта полиция исключает. Одного подозреваемого полиции удалось задержать на месте возле торгового центра в восточной части Лондона. Им оказался 15-летний подросток. Гражданином какой страны стал актер Колин Ферд? Почему реклама спровоцировала протесты в Австралии? И сколько стоит дневник Адольфа Гитлера? Об этом не только в нашем обзоре. У британского актера Колина Ферда появился итальянский паспорт. О его намерении получить второе гражданство стало известно в мае. Ферд, во-первых, хотел иметь общее подданство со своей женой итальянкой и детьми. А во-вторых, был обеспокоен возможными последствиями Брекзита. Власти прошение удовлетворили, прокомментировав. Актер часто бывает в стране. К тому же свободно говорит по-итальянски. В Австралии сотни людей протестуют из-за рекламы. Индусская община требует удалить ролик продовольственной компании, в котором божество Ганеша вместе с богами всех религий ест баранину. Дело в том, что, согласно верованиям индусов, слоноголовый сын Шивы – вегетарианец. Производители ролика говорят, оскорбить никого не хотели. А реклама нацелена исключительно на пропаганду сопричастности. В Сан-Франциско открыли памятник женщинам для утешения. Это девушки, которые попали в сексуальное рабство к японским солдатам во время Второй мировой. В церемонии открытия приняла участие одна из жертв насилия – 89-летняя Юн Су Ли. Монумент состоит из двух частей. Одна изображает трех девушек – кореянку, китаянку и филиппинку, держащихся за руки, а другая – кореянку Ким Хаксон, которая была одной из первых, рассказавшей о трагедии сотен тысяч женщин. Блокнот Гитлера ушел с молотка за 33 тысячи фунтов стерлингов, хотя первоначальная цена была почти вдвое меньше. В книжке от руки записаны адреса и телефоны, всего более 200 фамилий. Среди них руководители Третьего Рейха – Гиммлер, Геббельс, Риббентроп, Борман и другие. Блокнот нашли в здании парламента Австрии, где какое-то время находилась администрация Рейха. Папу Франциско обвинили в ереси. 62 священника прибегли к так называемой коррекции, которая не применялась с 14 века. Они написали коллективное письмо. В нем возмущается чрезмерной лояльностью понтифика к греху. Имеется в виду апостольское увещание Франциско, опубликованное в апреле 2016. В нем он заявил, что разведенные католики, которые снова вступили в брак, должны быть более интегрированы в христианские общины. По мнению католической церкви, второй брак – это грех. В Свято-Успенской и Святогорской лавре на Донбассе проходят торжественные богослужения. Их приурочили к празднованию 25-летия открытия монастыря и возрождения там монашеской жизни. На праздничную литургию в Святогорскую лавру приехали политики и паломники из всех регионов страны. Проводил службы предстоятель Украинской Православной Церкви, блаженнейший митрополит Ануфрий. В этих тяжелых условиях лавра показывает пример миролюбия. И помогает им людям, которые пострадали вследствие этого военного столкновения. Люди приходят отсюда очищены новыми людьми, которые могут строить что-то красивое, полезное и созидательное. Война закончится, будет мир. И вот тогда, когда будет мир, в нашей церкви и у лавру в том числе, будет еще одна задача, одна миссия. Объединить людей, вручевать тираны, которые в сердце каждого после этой войны остались. То, что не делает государство, будет делать церковь. Паралимпийская сборная Украины по футболу выиграла чемпионат мира. В турнире участвовали спортсмены с последствиями ДЦП. В финале украинская команда обыграла сборную Ирана, а перед этим победила россиян. За весь турнир украинцы забили 25 мячей, а пропустили всего два. Эта победа для сборной не первая. До этого наши паралимпийцы становились чемпионами уже четыре раза. Это все новости к этому часу. За развитием событий следите на нашем сайте подробностей. Я желаю вам хорошего вечера и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин